Доброго времени суток и приятного просмотра. Это уже следующий ход. Я в конце прошлой серии пропустил ход, чтобы не отнимать у вас время. И итоги этого хода. Помехи работникам опять. Рим, это Азия, мне тут портит жизнь. Что у нас еще? Противник погиб в битве Азия. Да, при сдаче хода Азия атаковала Реги. И опять вот этим вот стеком недобитков. И очередной раз они получили по шее. Что как бы не может не радовать. Тут мятеж у нас. Тут у нас сносы проведены. С этих разных зданий. Что у нас тут с продовольствием? Минус два. Продовольствие, я думаю, у нас аж 12 тысяч есть. Аж 12 тысяч. Это что такое? Это просто причалы. Это по-моему рыбацкие причалы. Продовольствия все равно не хватает. Я попробую, наверное, здесь отстроить все-таки военный причал. И как-то постараться. Я так сейчас думал. Пока я не буду объявлять войну Мавра. Я, наверное, восстановлю вот этот вот регион. Который мне надо захватить для победы в кампании. А тогда уже объявлю войну Мавра. Тут еще плюс Эбданы сидят на островах. Конечно, мне было бы удобнее от Мавра впрыгать сразу к Эбданам. Вот через вот это вот море. Ну, посмотрим. Пусть Эбданы могут Рим мой атаковать успешно. Вот. И так далее и тому подобное. Так, это дело мы сносим. Да, перестроить во что мы можем. Сарманский боевой отряд мне получится для найма. Но нет. Тут мы будем вот так вот делать. Вот это дело мы сносим. Тут надо больше продовольствия. Тут у нас тоже проблемы с продовольствием. В Торренте. Великая Греция. Поэтому, поэтому. Вот так вот. Вот. Тут у нас еще одна построечка есть. Скорость исследования. Ну, это хорошо, конечно. Ох ты ж как. Тут оно все. Да. Тоже продовольствия. Будем раскачивать. Тут пока, ну, даже не знаю, есть ли смысл что-то из этих. Вот нет у меня самоцветов. Как бы ценный ресурс. И сразу богатство плюс полторы тысячи. Развитие дорог. Крутое получается. Вот есть рыночная площадь. Регион провинции. Это, конечно, надо было бы... Это надо где-нибудь построить. У меня в центральных регионах сейчас было бы неплохо. Ну, опять-таки, загрязнение, общественный порядок. Ну, вообще, построечка очень интересная, как на мой взгляд. Пока я не буду ее трогать. Пока будем восстанавливать тут продовольствие. И что... А, нет у меня тут культурных построек никаких. Точнее, культурных, религиозных построек. Наверное, все-таки стоит и тут это дело развивать. Почему? Потому что тут вообще все. Как вы видите, римское язычество процветает. Я так подозреваю за счет того, что в Сиракузах тут, наверное, е. В латинское христианство вообще. Вот так вот. То есть, надо сюда проталкивать нашу религию. Давайте, наверное, все-таки вот так вот пока сделаем. Я надеюсь, что вот этого продовольствия мне будет хватать. А, скорее всего, что придется перестраивать во что-то более питательное, скажем так. 82. Тут 50, маловато. И тут, да, тоже не густо, 68. То есть, самый класс. Это вот козлятники тут построить. И по максимуму мы будем использовать тут продовольствие. То есть, рыбацкие причалы я, наверное, все-таки... А вот интересно, разница большая. В военный порт, допустим. И тут военный порт. То есть, абсолютно одинаково все. Тогда зачем мне тут что-то перестраивать. Я буду дальше развивать тут рыбацкие причалы. В Торренте. А в Регии можно будет построить военные причалы. И как бы мне оно даже удобнее получится отсюда проводить какие-то атаки на Эгданов. Скорее всего, по итогу. Ну, пока, я думаю, мы сейчас попытаемся разобраться с этими товарищами. Чтобы они мне тут не портили жизнь. Скорее всего, сейчас опять будет мятеж через несколько годов. Но, тем не менее, их надо отсюда убрать, пока они не разжились. Ну, попробуем сбалансированную тактику. Надеюсь, я не потеряю ни одного отряда. Да, теперь минимальная. Так, пожалуй... Ну, ладно, давайте их обратим в рабство. 1% я не знаю. Может, это хоть как-то исправит положение Гудана. По-моему, так зовут этого полководца, который у нас, так сказать, в немилости находится общественной. Что у нас по итогу хода? Заключен мир Лангебарды данные. Они теперь пытаются объединиться максимально, чтобы противостоять Гуданам. Ну, как я думаю. А там всякое может быть. Доклад о битвах понятно. Налет. Понятно. Потери в окружении Кольчуга. Та-дам. Посмотрим, что у него тут установлено. И мы тут можем ему что-то хорошенькое впихнуть. Рост. Рост. Это провинция. По-моему, мне тут не нужен опыт для новых отрядов пехоты. Стоимость найма. Стоимость содержания. Вот это, по-моему, штука. То, что надо будет. И потом, после изменения его окружения, будем донабирать войска уже как бы с тремя рангами. С тремя рангами. Ну, то есть неплохо. Снос завершен. Это у нас Рим, Италия. Рим, кстати, тоже нам надо развивать. А, ну, тут нам агент все портит. Снос завершен. Не знаю, какой тут снос завершен. Стрельбище. Непонятно. Ну, ладно. Снос завершен. Тоже в Италии. Ну, ладно. Возведены постройки. Пастбище. Губернатор. Ну, чего? Неплохо. Он будет нам лояльность по-немного выравнивать. Но в окружении тренировочный манекен. Худар. Стоимость строительства. Сообщественный порядок плюс 3 от военного присутствия. Скорость исследований плюс 3 для военных технологий. Нужная штука. Но Худар у нас боец. Поэтому нам надо кому-нибудь, точнее, кому-нибудь впихнуть вот эту вот способность. Посмотрим, кто у нас тут. Губернатор. По-моему, я ему уже растекал. А, вообще здорово. Нам что сюда надо? Сюда нам надо рост. Рост как бы не очень нужен. Новая ставка. Гражданские технологии нет. Общественный порядок. Санитарьер. Пускай будет здесь вот так вот. Тренировочный манекен, наверное, где-то тут. Должен быть копье. Трабезное блюдо. Тренировочный манекен. Стоимость строительства для военных построек. Общественный порядок и скорость исследования. Плюс 3 для военных технологий. Да, давайте. И тут, чтобы тут такого интересного взять. Ну, рост у меня тоже в этом регионе, я так подозреваю, не очень нужен. Боевый дух. Боевый дух при подкреплении. Шанс обнаружения. Для губернатора это не очень. Обзор на карте компании, шанс обнаружения. Обещения на карте компании. Ничего тут, в общем, такого прям интересного я не вижу. Пускай будет вот так вот. Лук у него. Пускай будет. Да. И, кстати, мне надо тут развивать это поселение. Что у меня тут с продовольствием? 18. То есть, да, надо раскачивать, короче говоря, этот регион. Это что? Рыбацкие причалы, пускай так и остаются. Военные причалы я тоже где-то начинал строить. Но в этом поселении я буду раскачивать до максимума. И, кстати, какая-то там еще построечка нам нужна. Так, так, так. Большой город, жилищи военачальника, гильдия Кузнецов и военный порт. Гильдия Кузнецов у меня где-то строилась. Где-то я развивал это направление. Или нигде не развивал. Да нет, ну как-то странно. Где-то ж они у меня были, эти гильдия Кузнецов. В Константинополе вот эту построю. Короче говоря, мне надо в Константинополе максимально раскачать продовольствие. Насколько это возможно будет. Так, тут дом, мастерская Костореза. Вот он, по-моему. А, дом Костореза, нет, тоже не то. Да, что-то не вижу я тут гильдию Кузнецов. Да, не помню, да, я сейчас так смотрю. Я не помню, чтобы у меня войска были с апгрейдами на броню. По-моему, у меня просто нигде, наверное, и нет такой мастерской. Надо подумать, в каком городе это все реализовать. Да, тут тоже ничего подобного нет. В Сердике так тем более. Вот, возможно, вот здесь мы будем в Биминаке развивать эту постройку. А можем и здесь развивать Кузнеца. Так, Фессалоники. Ну, в целом, конечно, да, пускай будет так. Пускай будет здесь Кузнеца. Да, давайте. Так, денег у меня нет. Развитие закончилось. Замаскированный агент повышен ранг. Кого у нас тут? Ара повысил свой ранг. Да, что я сразу не апнул. Так, авторитет. Авторитета нам надо много. Почему? Потому что он увеличивает лояльность. Общественный порядок плюс 4 в поселении. Дальше. Кто у нас повышен ранг? Аспаргамид. Тоже губернатор. Стоимость строительства, стоимость исследования военной технологии. Да пускай будет ему рвение и хитрость я ему сделаю вот так пока. Нехватка пищи, Великая Греция. Понятно. А тут у нас как? Ну, Химьяр, да, все идет, идет. Никуда он не получается куда-то прийти. А, кстати, вот что, да. Хорошо, что я вспомнил про вот это вот дело. Сассаниды, как вы видите, взяли вот этот город. То есть мы вышли с ними на общие границы. Как вы помните, в прошлый раз это были мятежники. Они вот так вот обошли по вот этой темной, невидимой мне территории и атаковали Антиохи. Вот надо как бы постараться этого не допустить. Так, денежек у меня нету и вряд ли этот агент тут сможет что-то сделать. Но хотя бы, хотя бы мы сейчас посмотрим, что у них за войска. Войска так себе. Много стрелков. Причем, я смотрю, так успешно восстанавливают свои силы. Надо как-то готовиться, в общем, к боевым действиям. Я так понимаю, на всех фронтах. Вот. Денег нет. Уже на этот ход. Гунны. Куда же вы убежали, гунны? Да, гунны далеко на севере. Они идут к Венедам. Причем, я смотрю, у них с Лангобардами отношения неплохие, но понемногу ухудшаются. Это стоп. Они вообще в войне. Это чему показывает, что территория вот зелененьким. Как-то странно. Франки уже Ордой стали. Это кто? Калидонцы. С калидонцами будет, мне кажется, очень бодренько сражаться. По силе мы одинаковые. Почти. Пиктов мы чуть-чуть превосходим. И в данные, ну, тоже. Но, скорее всего, что война у меня будет сразу с тремя фракциями. Ладно. Всякое может быть. Посмотрим, как будут развиваться события. Гунны до сих пор держат в осаде. Но, скорее всего, что, да, западно-римским сепаратистам, наверное, придет гоплык. Они просто их будут держать в осаде. Вот так вот еще долго и нудно. Ну, по крайней мере, гуннам это никак не мешает. Агенты, где они мне могут пригодиться. Агенты. Да, денежек все равно нет. Но этот агент в любом случае пускай тут остается. А вот этим агентам я бы, наверное, все-таки к маврам сбегал. Мне надо одного агента отправить на передовую. Тогда мы сделаем по-другому. Этот товарищ пускай бежит сюда, подсвечивает тут территорию. А вот этот товарищ пускай несется вот куда-то сюда. Вот тут еще гунны стоят. Помирают, правда, понемногу. Но все равно, как вы видите, войска у них вообще топовые. По-моему, самые крутые, которые могут быть в гуннах. Это тоже, как бы, не очень приятно. Ладно, технология. Мы собираемся перейти к военным технологиям. Броня, урон ближнего боя. Атака при стрельбе. Ну, стрельба, как бы, элитные воины агопирсов тоже ерунда. У меня тут один уже ходит, исследование сделал. Поэтому, поэтому, ау, военный порт. Да, в любом случае. Давайте, наверное, я сначала вот эту технологию изучу. Как бы, она мне больше плюсов даст. И где-то все-таки я... Ковка доспехов где-то у меня была. Но, скорее всего, я думаю, что это было одно из завоеванных поселений вражеских. Там, где я смог просто заковать свои доспехи и убежать оттуда. В огоре, где стали плавить. Правда, она в таком кривом месте находится. Что, по итогу, я думаю, лучше будет перестроить это здание под что-то денежное. Вот, например, мастерская Кастореда. Загрязнение плюс 4, общественный порядок минус 5. Здесь, по-моему, ну, почти то же самое. То есть, я выйду в ноль по загрязнению. Но, я думаю, это не страшно. Хотя, вот, мне немного напрягает, что у меня тут общественный порядок вот такой вот слабоватый. Ладно, специально для этого вот эта дамочка у нас несется сюда. Тут лояльность минус 1. Надо будет с этим что-то подумать, как-то что-то с этим сделать. Это, скорее всего, из-за того, что тут сидят пикты. Вот. Ну, вроде бы ничего я не упустил. Эту единственную армию тоже надо. Ну, надо сначала лояльность. Тут, да, тут кельтское язычество прокачано на максимум. Греческое христианство, римское язычество почему-то тут процветает. Надо выровнять латинское христианство и тогда, точнее, арианское христианство. Тогда, ну, я думаю, здесь станем как бы супер-пупер. И ничего нам тут не будет мешать. По лояльности. Что он тут вообще минус нам дает? Нестабильность. Минус один заход. Ну, по чуть-чуть она сейчас будет выравниваться, я так думаю. Где это вот эти вот стоят? Тут портят мне жизнь. Конечно, их бы, наверное, тоже кем-то пошлепать бы. Так. По одному, по быстренькому. Так. Тут плюс 10. Тут плюс 10. Тут плюс 5. Плюс 8. Та-та-та-та-та-та. Конечно, вот эту дамочку, я думаю, тоже можно теоретически отсюда снять. Смысла ее тут держать нету. Поэтому, пускай она, да, наверное, тоже сюда куда-то бежит. Плюс 4. По-моему, вполне нормальная лояльность. Плюс 2 тоже пойдет. В целом, вроде бы, все же. Я так думаю, сейчас будем ждать атаку со стороны Азии. Наверное, они опять будут реги атаковать. Ну, пускай атакуют. Как бы это, по-моему, не так страшно. Ну, поэтому пока что можем пропустить ход. Ну, вот какая великолепная ситуация. Сам король Сассанидов пришел к нам. Что у нас тут вообще есть? Ну, как бы слабовато. В гарнизоне я имею в виду гост тут у нас. Много у них стрелков. Очень много стрелков. Хорошие копейщики. А у меня вот тут город, я, честно говоря, даже не помню, какой он у меня по уровню. Есть от них баррикады. Ну, да. Скорее всего, что уровень поселения не очень высокий. Но... Да, много прачников, конечно, это тоже не очень хорошо. Ладно. В бой. Итак. Неизвестно, правда, где будут выходить подкрепления. Поэтому у врага есть один анагород. Тоже неприятно. У нас что? У нас ход. Где он? У нас ход. Подведем его сюда поближе. Вот так вот. И... Ну, конечно, да. Мне бы здесь выстроиться, такой заслон поставить. Было бы очень здорово. Надо подумать, кого я могу из врагов первых атаковать. Мне бы вот этих вот стрелков разбить. Потому что это, по-моему, арбалетчики. Комные. Да, они с маленькими арбалетиками такими. То есть, один отряд боевых псов, допустим, сюда, скорее всего, он будет проходить через, зацепиться. Короче говоря, я думаю, боевых псов я тут всех потрачу сейчас на вот эту армию. Но, вероятнее всего, это будет именно так. Возможно, мне так даже будет удобнее. Баррикады. Пускай я поставлю баррикады тут. Наемники вот так вот становятся тут. Я, наверное, впущу врагов вовнутрь сюда. Хотя, разуждаю, если в этом смысл. Пускай наемники, наверное, наши станут вообще на передовой. Вот здесь. Боевые псы. Давайте раз сюда. Два сюда. Да, два отряда пока поодаль вот так вот станут. Может быть, даже вот здесь. Что-то. Это что такое? Вот так. Наверное, да. Пускай они так станут. Эти ребята тут. Пускай, наверное, станут за башней. Здесь вот. Кавалерия наша пускай останется где-то во фланге. Что, у вас бонус есть? Да, против кавалерии есть. Отлично. Наших рубак надо где-то спрятать, чтобы они Монагар не начали омолодить. Вот это я так вижу. Зона поражения. Да? Монагар. Да, вот это вот так вот он бьет. То есть, я пока их, наверное... Ну, что за бьет. Вот так вот поставлю. Полководца тоже убираю. Ну, вроде бы все на местах. Начинаем сражение. Ребята, погнали сразу сюда. Бегом, погнали. Судя по всему, они сейчас будут как-то пытаться перестраиваться. Ну, ничего страшного. Они по башне пытаются стрелять. Так, боевые псы пошли. Все. Отходим. Так, наверное, да, сюда, ребятки. Тоже отходим. Быстренько отходим. Вы, ребята, выходите на передовую. Давайте, давайте, давайте. Так, тут мы зацепились вроде бы как. Правда, как-то криво они так зацепились. Ну, ничего страшного. Так, где вот наши бойцы? Так, вот пошли лучники. Мы, соответственно... Ага, вот и враг. Тут подкрепление, которое... Так, тут я тоже смотрю, какие-то копейщики пошли. Давайте, ребята, вы сюда. Вы отходите. Так, подходим. Вы тоже вот так вот группируетесь. Вы пока лупите. Вы пока тоже лупите. Вот так вот. Давайте, 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 чтобы они успели хотя бы залп от него произвести. Так, отлично. Боевые псы тут сейчас всех сожрут. Это здорово. Тут, ребята, ставьте, пожалуй, тяжелый выстрел. Будем... А, хотя давайте, наверное, анагрой убьем. Чтоб они нам тут не портили жизнь. А эти побежали ломать баррикаду. Ну, это, конечно... Ну, надо... Да. Я не гениальный стратег, конечно, ничего не скажешь. Ну, это компьютер, как бы, тут со мной неудивительно. Так, а почему мы не стреляем? Или в кого мы стреляем? Понятно. Я так понимаю, что вражеский анагрой своим накидывает, всем накидывает. Что там с врагами с нашими? Враги тоже как-то там что-то подходят. Ребята, давайте мы, наверное, немножко вот это дело утрясем сейчас. Чтобы копейщики вдруг не захотели захватить нашу. Так, давайте, наверное, обычный выстрел. А что мы не стреляем, а? Или, мол, мешают наши бойцы, скорее всего. Да, сейчас боевые псы наши ворвутся в тыл врагам. Отлично. Плюс еще лучники сейчас подработают немножечко. Плюс еще мы тут сейчас копейщик. Так, я, наверное, думаю, что вот этих ребяток я, наверное, переброшу теперь на эту сторону. Отлично. Согласен. Давайте, ребятки, вы сюда. А вы, пожалуй, наверное, два вот этих отряда пускай идут сюда. Есть. Пошли. Так, кого вы стреляете? Не надо ни в кого стрелять. Все, уходим отсюда. Это дурацкое построение. Немного получилось. Что-то мне, наверное, мышку немножко... Убасит так, слегка. Так, лучники. Лучники, пускай конные уходят отсюда. Вы, ребятки, вот сюда на подкрепление, скажем так, идете. Кавалерия пока пускай тут остается. И вот эти два товарища. Пускай станут тут, на всякий случай. Вот таким вот образом. Давайте, давайте, давайте. Главное, не прозевать мне башню. Вы, наверное, обходите сюда. Так, боевых псов я, по-моему, всех, да, отпустил. Ко-моему, да. Ну, ладно, мы их сюда тоже ближе к центру подтянем. Давайте, давайте, давайте. Да, тут, конечно, много стрелков у врага. Ну, очень это приятно. Да, что-то тут еще какие-то собачки наши бегают. Это хорошо. Это здорово. Так, вот, наши ребятки тоже начали уже метать копья. Это не может не радовать. О, и тут пошла заруба. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Собачки пошли. Кто у нас тут? Почему мы еле-еле? Бегом. Надо помочь тут. Полководца ближе подтягиваем. Рубим этих товарищей на кушечке. Ай-яй-яй-яй. Сейчас прачники по нам будут работать очень серьезно. Так, а где наши конные лучники? Давайте, ребятки, в тыл. Кавалерию тоже выводим сюда в тыл. Давайте, ребятки, вы атакуете. Что у нас такое? Защита в ближнем бою. Отлично. То, что нам надо как раз. Тут помогаем тоже. Тут тоже, я думаю, сейчас будем кавалерии лупить вражеских стрелков. Потому, что под обстрелом мы так долго не протянем. Брачники брачниками. Но, на самом деле, это не очень хорошие ребята. Давайте, надо их лупить сейчас, пытаться. Лучки на верблюдах какие-то. Дай их попытаться, наверное, притормозить немного. Ох, это же, да, залетело мне там. Лучники дальше, наверное, проходят. Ну, возможно, кавалерию я сейчас потеряю. Но, мне главное удержать поселение. Это, получается, у нас первое сражение с Сосанидами. По-моему, оно успешным будет. Да, судя по всему. Тут, как бы, и я не прогадал, что знатных оландских всадников себе сделал. Потому, что ребята, я смотрю, достаточно стойкие. Как бы нормально они справляются с поставленными задачами. Сейчас копейщиков добьем. Какие-то, по-моему, боевые псы. Да, осталось у меня два отряда, которые можно было использовать, как бы, поинтереснее. Ну, ладно, я так смотрю, что мы и без этого справимся. Полный неплохо. Из наших боевых усов. Ну, вот, отлично. Враг разбит. Я, наверное, допью остатки, кто выжил. Но это уже будет не на запись. Итого. Что получилось? Ох, то есть мы даже короля убили. Великолепно. Очень даже здорово. Что у нас с потерями. Ну, да. Неплохое. Неплохое знакомство с Ассанидами. С мэстер-мэй 600, как вы видите, со стороны врага 2-200. Почти всех мы перебили. Всадники только смогли поубегать. Там немножечко пехоты. По-моему, очень, очень даже неплохо. Теперь у меня открылся новый фронт. Я могу смело теперь ходить на Ассанидов. Они, конечно, смело могут ко мне ходить. Но я думаю, что у них шансов, скажем так, на успех немного. Пополняем наши войска. Ну, так вот сейчас они доповоевали. Азия решила нас атаковать. Вот таким вот составом. Я думаю, что мы выберем, пожалуй. Ну, даже не знаю. Честно говоря, что у нас тут еще есть. Не хочется время на это все тратить. Но с другой стороны, уже бы добить их, забыть. Сейчас они разберутся опять. Все, не ведомо, куда. А город вот интересно восстановит. Я тут или нет. Соотношение, да. Конечно, пишут, что вообще красота. 1500 против... Ну, их чуть-чуть больше. Давайте, наверное, я вручную все-таки сражусь с ними. Приступим. Ну, вообще, я так смотрю, что битва будет... По крайней мере, все предвещает. Ну, сложное сражение. У нас есть куча башен. Тут я поставлю... Заграждение. Где-то враг появится с моря. То есть, или отсюда, или отсюда пойдет. Но у нас тут два входа. Вряд ли они пойдут в обход. Так. Я думаю, что они не пойдут в обход. Поэтому у нас тут есть, как вы видите, небольшой такой форт, скажем так. Назовем его так. Поэтому я могу тут даже укрепиться немножечко. Дубилумами дошвырять по врагу. Давайте, наверное, так и сделаем. Так вот раз. Вот так вот сюда кто влезет. Два. Вот так вот. Три. И вот эти ребята у меня останутся. Вот здесь на защите. Да что такое? Ладно, я сейчас расставлю войска и подключусь. Итак. Начинаем. Да? Да. Вот. Расположение моих войск вполне нормальное. Вот это только мне что-то непонятное, что таращит так мои отряды. Я поставил тут кавалерию, тут копейщиков своих с боевыми псами поставил. Вообще по-хорошему их где-то так спрятать не мешало бы, чтобы попытаться нанести удар в тыль. Да что такое? Мне это, наверное, немножко таращит. Расставим их тут. Вот так, короче, ладно, пускай стоят. Начинаем сражение. Вот этих ребят высаживаем тут. Где вражеские войска пока не видно. Ну, скорее всего, они сейчас будут угруппироваться где-то, вот они. Враг получил подкрепление. А, ну, возможно, они сейчас вот этих мечников захотят побить немного. Но я сомневаюсь, что у них там что-то отдельное из этого выйдет. Да. Враг, вероятнее всего, не будут дожидаться вот этих основных сил. Они сейчас пойдут в атаку. Пускай идут в атаку, нормально. В целом все устраивает. Башни сломаем, не страшно. Я думаю, мы и без башни справимся. Вполне успешно. Тут сейчас будем перезаряжать отряды, те, которые копья повыбрасывали. О, кавалерия подоспела. Ну, все как надо. Ребятки, вы давайте сюда. Устраивайтесь. Этих товарищей, я думаю, сейчас пилом они просто забросают. Бросают еще на подходе. Это пикинеры, они без щитов. Ну, как бы есть там у них какие-то микрощиты. Но это вот так вот. В общем, быстро все закончилось. А, эти негодяи теперь хотят пойти, наверное, уничтожить вот эту башню. Ну, пускай, пускай. Как раз тут их поджидает такой сюрпризик небольшой. А, или они хотят сейчас ходить и все в башню сносить. Ну, посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте. Правильно. На съедение. Так, 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 ребятки, что вы нам предлагаете? Вот, ничего вы нам уже не предлагаете, судя по всему. Ну, да, эти товарищи будут бегать, не башня ломают. Ну, пускай ломают. Ну, что такое? Ну, как, вот здесь они не могут расстануться. Тут бред вообще. Так, отлично. Отлично, здорово, великолепно. Ну, пускай, да, пока они под башню сломают. Это пройдет немало времени, пока враг сейчас доплывет ко мне по конфликтам. Высадится, пока построится это целое дело. Что тут боевые псы, я так понимаю, расправились уже с кавалерией. Ну, почти, скажем так. А мы почти выбросили все свои пилумы. Поэтому сейчас подождем немного. Я, наверное, все-таки вот эти два отряда поменяю. На вот эти два отряда. Ну, и что такое? Отлично. Тут пилумы уже свистят. Ну, естественно, полководец у нас останется в такой самой стойке, так как это палатинская гвардия. Ну, все. Были досплыли. Ждем новую партию. Так сказать. Те уже пускай выбрасывают там. Хотя, зачем, да? Можно так вот сюда этих ребяток поставить. Этих ребяток... О, кстати. Давайте поменяем, наверное, вот эти два отряда. Матросами. А вот этих вот матросов мы сюда поставим. Они как раз в меньшей численности отряда. Да, они влезут целиком и полностью. А вот тупняк какой-то. Ну, ну что это такое? Да, видимо, что-то я, наверное, может, где-то даже в настройках накладывал. Построение... Правда, у меня глупое. Ну, что за бред? Да, ну сломали мне все башни, которые были по флангам расположены. Ладно, ускоряем это все события. Так, если они по одному еще будут подходить, будет вообще здорово. Вот, еще наши собачки бегают. По пути сейчас подъедят еще комитарских копейщиков. Которые потрясены и так уже. Да, может, не подъедят. Пока не получается. Потому что пиво мы просвистели какие-то. И ребята убежали. Ладно, ждем. Вот эти два отряда, пожалуй, я вообще, наверное, тут... О! Давайте, давайте, ребятки, давайте, давайте. Ай, красиво. Хорошо оно зашло, так все великолепно. Здорово прям. Давайте вас пока отбьем. Поставим вот этих товарищей. Пускай они достреливают там свои остатки балбом. Копейщики опять какие-то, что-то пытаются нас обойти. Эти ребята, наверное, сейчас пойдут с тыла тоже обходить. Ну, пускай обходят. Это не страшно. Мы им там еще сюрпризики какие-нибудь приготовим. В виде... Так, кстати, давайте, наверное, я кавалерию выведу отсюда вообще. Боевых псов. Ох ты ж, а кто это ему так валивает? Ага, их боевые псы еще там по пути трепают. Чуть-чуть понемножку. Так, эти ломают баррикады, пускай ломают. Сейчас мы кавалерии тут с ними немного поиграемся. Так, вот. Давайте один отряд спустим на них. Одну пачечку. Посмотрим, как они сейчас запоют. Так, все, они уже отпели свою песню. Так, вот тут у нас какая-то бредятина получается. Большая концентрация вражеских войск. Ну, пускай эти тут ломают пока баррикады. Эти, я так понимаю, не могу понять, что им надо. Пускай заходят. Главное, вот тут не прозевать. Так, все, убираем вот это вот дело. Пожалуй, тоже отсюда убираем. Вводим вот этих товарищей на передовую. Вот этих товарищей на передовую. Этих товарищей всех я тоже убираю отсюда. Так, а мы их назад можем забрать? Отлично. По идее можем. Что-то прозевал-то тут вот атаку. В рутации и копейщиков. Тут можно наброситься на полководца. Кстати, тут тоже. И даже тут можно. Спустим, кстати, в догоночку, наверное, боевых услов. Тут поможем тоже нашим бойцам. Тут тоже будем злиться на врага. По стенам, и ничего страшного. Думаю, у него это быстро сейчас пропадет. Желание вообще с нами воевать. Та-та-та-та-та. Давайте вот так вот еще сделаем. Нимая, конечно, далеко убежали наши войска. Но ничего страшного. Так, давайте, наверное, вот так. Просто будем делать. Разрывать врага на куски, скажем так. Тут можно испортить им жизнь вот таким вот образом. Тут я так понимаю, что копейщики уже все навоевали. Идем атаковать врага. Да-та, давайте в темп. Так, у нас есть кавалерия, да, друзья. Что я тут это торможу. Вперед в бой. Тут молотим врага. Полководство, наверное, отступим немножко. Тут разбиваем этих копейщиков в клочья. Но я так понимаю, что те, которые высадились в войска, они, по идее, не могут уже отступить. То есть они, вероятнее всего, будут полностью разбиты. Да давайте, давай. Ускоряем прокрутку. Победа! Они убегут, наверное, быстрее. Чем мы спустим туда собачек. Ну. Да, что-то дупер. Наши боевые псы. Да хоть куда-то уже спускайте. Ладно, это тоже внезаписи я побиваю уже. Да, поражение со стороны врага вообще великолепное. Мы потеряли в смешнице совсем человек. Классно вообще. Ну, король смылся, я так понимаю. Да, пожалуй, убить пленных. Да. Смылся, но это ненадолго. На следующий ход он тут и останется под регием, где-то рискаться, судя по всему. Итоги хода. Противник погиб в битве с Сосонидой. Раз, два, Азия, три. Рожеские агенты действуют. Провал в Риме. Детская смерть. Карсас. Возраст 9 лет. Слабслужба Самбида. Аргатас. Спаргамид. Ара. Государственное дело. Подать. Ладно, хорошо. Сейчас мы с этим всем разберемся. Что тут за подать. На приветствие я принес дар от имени всего нашего народа. Тай, программирует. Принять дар. Тай, пускай примет дар. Самбида. У нас прыгнул в должности. Правильно я понимаю. Самбида у нас губернатор. Тай, пускай. Ладно. Рукса на должности. Гар, спаргамид. Тоже спрыгнул с должности. Пускай, наверное, сюда садится. Тигран есть. Гар есть. Аплая. Сюда садись. Дадан понятно. Это что такое за чудо? Давай тоже на должность. Лик на должности. Атей. Точнее Арготас. Арготас пока без должности. Ну да, никуда его. Вот этого товарища. О, правильно. Подвинем его. Савайос на должности. Кто тут у нас? Этот товарищ. Пускай пока так отдыхает. Ара. Тоже не мешало бы ему должность дать. Ну да, ты чего? Влияния много у тебя? Оно вот сюда садись. У нас полководец. Как раз самое оно. Так. Самбида. Ну. Пускай вот так вот будет. Тут вроде все остальные на должностях. Ну, посмотрим. К чему это приведет. Далее. Тут у нас лояльность улучшается. Ай-яй-яй-яй-яй. Разрушили мне причалы. Так, 20... Сколько? 10 тысяч есть у нас. Тут наконец-то у нас снос завершен. Скорее всего, наверное, будет продовольствие развивать. Потому что у меня его тут аж минус 85. Поэтому, да, надо это дело все как-то урегулировать. Так, лояльность тут понятна. Тут понятно. Давай вот так вот. Что-то было такое непонятно. Ну ладно. Я теоретически могу еще эту тамочку... Ну, по-хорошему, в Рим. А если вот сюда она дойдет? Это же тоже вроде бы как Рим. Нет, не Рим. А, нет, это не Рим. Это... Ну что, Италия. Да че ж не улучшился общественный порядок. Да, потому что поселение сожжено. Поэтому... Ну, ладно. Товарища этого надо повысить. Ладно, вообще посмотрим, что у нас по сводке. Новая фракция. Караматы где-то засветились. Где-то они там прячутся. Враг нарушенного границы. Слуги отца волка. Ты кто такой? Да, точно. Вот эти ребята какие-то они побитые. Но они мне портят тут жизнь. Допустим, если я вот так вот сделаю... А что у них вообще, что они по силе из себя представляют? А кто такие вообще? Это склавины. О, понятно. С склавином я, пожалуй, наверное объявлю войну. Сейчас доберу тут кавалерия. Мне не мешало бы какой-то взять. Только недорогой. А вот как раз лучников. Целая пачка. Даем на стекле и конные лучники. Отличная скорострельность. И скорость у них отличная. Давайте. Давайте этих ребят сюда. Давайте мы их сразу влучшим. И давайте мы дадим вот этим ребятам, да, объявлять войну им. Хорошо. Венеты тоже вступили в войну. Ну и... Как бы... Молодцы. Что я могу сказать? Я сомневаюсь, что эти товарищи как-то долго протянут. Да, пожалуй, это ключевая тактика. Эх ты ж... Убежали все-таки. Да, наверное, пополнен за их счет войска. Интересно. Далеко по идее мы должны их догнать. Единственное, что по зиме бегать. Но лучше я и сейчас нарежу как бы уже по полной программе, чем потом гоняться за ними по всем своим территориям. Да, такая лучшая тактика. Заколоть. И опять-таки пополнить войска свои. Теперь у них их стало еще меньше. Минус одна орда, поэтому вообще здорово. О, и мы даже успеваем втанаить. Все, здорово. Но это нам говорит о чем? О том, что скоро нехорошие люди к нам придут. Поэтому надо готовиться к войне. И готовиться к войне. Давайте, наверное, я тут сейчас доберу себе войск немного. Вот, допустим, парочку боевых псов возьму. И доберу еще вот так вот пехоты. Да, я думаю, что вот такой вот состав будет очень даже неплохой. Правда, у нас прибыль уже падает. Так, пять тысяч. Заход у меня уже. Слабенько. Осадного у меня ничего нет. Берем пару отрядов кавалерии. Все так. Что уже, моим где-то идет? Не должен. Да, ремонтируем все это дело. Ну, в целом, мне тут, как бы, найм и не особо нужен сейчас. Можем прогуляться, посмотреть, где тут сосаниды. Вот они все прячутся. Тут у нас лояльность плюс семь. Ну, будем, короче говоря, рассчитывать на то, что Аббазгин не объявят сейчас войну. Хотя всякое может быть. А, стоп. Они, интересно, с Химьяром. Они там не помирились еще? Да, не помирились они с Химьяром. Я думаю, что, ну, как бы, неразумно было бы объявлять мне войну. И подставлять оба фланга по туда. Что мы тут можем забабахать? Хитрости у нас на максимуме. Давайте авторитет им сделаем еще. И дадим немного защиты. Вот так вот. И пойдем мы атаковать. Тут вообще я не вижу войск почему-то. Ну, давайте попробуем, может быть, остановить их из информации о войск. Провал. Ну, круто вообще. Но все равно будем атаковать этих нехороших людей. Я сомневаюсь, что тут большой. Сейчас посмотрим, какой тут гарнизон. Тут сидит большой, но побитый гарнизон. Но я вижу, что там есть... Так, а где, кстати? А, короля мы убили. Где он? Непонятно, да? А ну-ка, что тут у нас с наемниками? Да, пожалуй, возьму наемничка в себе. Хотя бы один полный отряд. Пускай у меня будет. Атакуем вот эти товарищи. Да. Приходит им гарнизон на помощь. Великолепно. Пушечное мясо. Вот как раз для моих боевых псов. Но эту битву я, пожалуй, уже буду играть в следующей серии. Потому что лимит времени для нас уже исчерпан. Поэтому спасибо вам за внимание. Жду ваши комментарии, советы. Подписывайтесь на наш канал. Всем всего самого лучшего. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok